Хорошо, давайте начинаем. Значит, у нас сегодня книга Чарли «Шоколадная фабрика». Я вам очень советую, кто не читал эту книгу, все-таки прочитать книгу, потому что экранизации две. Одна экранизация была в 1971 году, в 1971. Называлась она «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». И вторая экранизация в 2005 году была с Джонни Деппом. И я вам скажу, что обе экранизации в принципе неплохие, но они все-таки от книги здорово отличаются, и в книге много очень описаний всяких интересных действительно изобретений на этой фабрике. В общем, есть смысл. А я вот помню, я фильм просто смотрел. Я вот помню там вот то, что вы говорили пожёстче. А вот мне интересно, я просто не до конца книгу дослушала. Вот мне интересно, я вот помню, к примеру, один момент, то, что этот Август Глуб свалился в реку шоколадную. В книге тоже так было? Тоже так было, просто там в книге несколько другая реакция самого «Вилли Вонка» на все эти вещи. На все вот эти вот их упаковки. Да, Симон, что ты хотела сказать? На пуалет сходить. Ну, я именно про то, что вот ещё там, к примеру, то, что вот эта вот девочка в куртке из норки, она вот, я помню, за белкой побежала, и она там туда, где скорлупа упала. Тоже так было, да? Нет, всё было примерно так же, как в книге, просто совершенно другая реакция самого «Вилли Вонка», то есть сам характер «Вилли Вонка» изменил, получился. А что он отреагировал? Как он отреагировал? Он никогда ни разу в книге он не сказал родителям, что всё будет плохо, да, или как-то так вот злорадной реакции такой не было ни разу. То есть он всегда говорил, «Всё будет хорошо, ничего не случится, не волнуйтесь». Но такого не было. Можно мне сказать? Да. Давайте-ка вот Симону дадим, да, тоже сказать. Я читал оба перевода, ну, один я слушал, а другой читал, и ещё смотрел фильм. Угу. Да, очень хорошо. Вот, ну, вот как твоё мнение? В фильме жёстче получилось по-другому? Ну, в фильме там очень они сильно отклонились, там и даже сам «Вилли Вонка» не совпадает с описанием из книги. Там «Вилли Вонка» в книге, он такой с бородой, коротышка, а там он вообще какой-то с зелёной кожей вообще какой-то. Нет. Нет. В «Вилли Вонка» это другой. Да. Во-первых, да, экранизации-то две, и они разные достаточно, экранизации. Да. Я только смотрел фильм сегодня, тот, который более новый, 2010 года. Угу. Потому что у Ральда Дали очень интересные книги, они, действительно, экранизировать их довольно сложно. Ну, и потом книга, в общем-то, писалась. Сейчас я вам немножко расскажу о том, что в «Черновиках» было, да, то есть сколько там этапов сама книга прошла. Моей маме вообще, моей маме не очень нравится его Дали, а вот мне нравится он достаточно хорошо так. Прекрасно, да. В общем, предыстория, да, самой этой книги. Во-первых, это был детский опыт самого Ральда Дали, который, когда учился в школе, у них была какая-то такая школа, в которую присылала однокондительская фабрика периодически продукцию на тестирование нового. То есть там 12 плиток шоколада было, одна контрольная плитка с традиционным вкусом и 11 с новым вкусом. И Ральд Даль даже в детстве мечтал изобретать свои собственные кондитерские изделия и очень ответственно подходил к этому дегустации, к этому тестированию новой продукции. То есть где-то вот рядышком вот этот вот опыт сам детский и его мечты в детстве быть изобретателем. Потом, если помните, в книге, в книге особенно подчеркивается вот этот момент, что на фабрике у Вилли Вонка появлялись шпионы, то есть когда он работал с обычными рабочими, то эти рабочие периодически среди рабочих появлялись люди, которые похищали секреты его продукции и передавали другим конкурентам. Вот. На самом деле промышленный шпионаж, он всегда существовал. И, допустим, вот в 20-е годы конкуренция была очень сильная, нанимались шпионы, торговые секреты сохранялись, да, охранялись очень серьезно. Может быть, знаете фабрика Кэтбери, да, которая производит сладости? Знаете, про шпионов я могу сказать, вот знаете, тут такое, что в губке Бобе. Миша, поднимай руку, пожалуйста, когда ты говоришь, хорошо? Комментатор мой, самый активный. Значит, и две компании, знаете, наверное, Кэтбери компанию, да, она до сих пор работает очень широко, да, и Раундтри была еще компания, и вот они соперничали друг с другом, постоянно друг у друга похищали секреты. Так, господи, проверяла, проверяла, свои эти слайды, все равно без картинки нашлось. Значит, потом был черновик, который вот до того, как книга была написана, называлась книга сначала «Чарли и шоколадный мальчик». То есть что получалось? Чарли входит в комнату, которая заполнена шоколадными яйцами, пока на экскурсии ходит, на фабрике, да, вот. Залезает в форму для изготовления шоколада, и его покрывают шоколадом. Потом Вилли Вонка дарит своему сыну на Пасху этого шоколадного Чарли. То есть у Вилли Вонка еще и сын был, да, изначально, вариант такой был, книги. Вот. А потом Чарли становится свидетелем ограбления дома у Вилли Вонка, срывает это ограбление, мешает грабителям, и получает от него большой кондитерский магазин в девять этажей в подарок. То есть это была другая совершенно, да, концовка книги. Совсем по-другому. Так. Как-то неожиданно. Да, совершенно другой ход, да. Потом изначально детей должно было быть на фабрике, на экскурсии больше, по-моему, около десяти, вот как минимум. Вот. А вот тут еще даже 15 детей в черновиках можно обнаружить. Но потом Ральталь понял, что это будет очень длинная история, и там будет, когда много персонажей, очень трудно за ними следить. Это книжка детская. Ну, в общем, отказался от этого, оставил пятерых детей. Вот. Потом были еще разные виды кондитерских всяких этих конфет-изделий, которые не пошли потом в книгу окончательно. Например, были согревающие конфеты, которые, когда вы едите их, они вас согревают, да. И в итоге там несколько персонажей, которых потом не стало в этой книге, съели целую горсть конфет, а потом только узнали, что за один раз можно только по одной конфете. Вот, к сожалению, нигде не написали, что с ними случилось в итоге после этих согревающих конфет. Закипели они как чайник? Они в пепел превратились. Мне не кажется, что они закипели костями. Может быть, да. Потому что как-то перегреться от конфет, не греть на конфеты. Ну, как-то они тебя греют, но вряд ли они тебя будут кипятить. Они будут сильно греть, тебе будет жарко, но кипятить ты не можешь. Здравствуйте. Может быть, какие-то там 10 конфет могут кипятить тебя до 100 градусов, и это и выше. Как-то немагично. Ну, может быть, вот они как бы сильно разогрелись. Может быть, они там... Ну, в общем, представить трудно, потому что под Раальда Даля насочинять довольно сложная вещь. Да, Алина, что? А у него в Киевске были охлаждающие конфеты? Ну, вот, по крайней мере, не упоминается в черновиках. Мне сейчас такое понадобится, у меня жар или простуда, я не знаю. Так, вот надо лечить это дело, что-то. Вот лечим, лечим там медиком. Лечим, да, очень больким. Да, в итоге она попадает в шоколадный водопад. Помните, там водопад есть, который взбивает шоколад, да, на фабрике? Да. И заканчивает, ее уносит этот водопад и уносит в цех карамели с арахисом. В итоге она превращается в карамель с арахисом, после чего Вилли Вонка говорит, что если раньше ее было трудно выносить, то теперь она очень приятное создание. То есть получается такой юмор. Вот. Потом вот эти человечки, которые работают на фабрике, да? Да, Мирослав, что ты хотел сказать? Он не юмор, но он довольно-таки смешной, да? Да, но у него черный юмор, но он всегда действительно смешной и неожиданный. Ну, да, Вонка, выдуманный персонаж, и вряд ли он там прям злой-злой-злой. А такие песни. Абельный повар это кук или как? Они песенки пели такие, типа... В английский, если. Так, ну, значит, вот эти маленькие человечки, которые работали там на фабрике, сначала назывались випл-скрампиты. Кстати, я последний перевод, который в аудиокниге слушала, там какое-то еще совершенно другое название было в переводе. Вот. А в фильме и в первых переводах Умпа-Лумпа. Значит, там была такая история еще, что вот эти Умпа-Лумпа сначала он хотел написать... У него в первом варианте книги вообще было пигмей из Африки, да, то есть африканское племя какое-то. В итоге поднялся большой шум, возмущение. Его обвинили в том, что он, значит, принижает какие-то там народности. Ему пришлось заменить совершенно выдуманным таким народом Умпа-Лумпа. Да, Сэмсон? А вот в новой версии там не Умпа-Лумпа, а симпатимпасы. Точно, вот я вот пыталась вспомнить. Точно, точно, да. Симпатимпасы, да. Ну, кстати, странно, почему симпатимпасы, потому что в оригинале все-таки Умпа-Лумпа называется. Как они это переводили? Интересно вообще. Вот. Значит, пришлось Далю, во-первых, переписывать на этих пигмеев, на Умпа-Лумпа, на такой фантастический народец. Вот. А во-вторых, вот когда первая экранизация была, потому она называлась Вилли Вонгой, шоколадная фабрика, а не Чарли. Потому что хотели, чтобы вот от книги отличалось название, потому что вот с книгой был скандал целый тогда. Ну, потом это все, в общем-то, утрясли, все эти вопросы. Вот. Ну, и первый фильм, который в 71-м году был снят, не очень был популярным. Как-то вот не восприняли его так, чтобы хорошо. В 2005-м году уже хорошо восприняли фильм. Ну, и, в общем-то, понятно, да, прекрасный режиссер, прекрасный актер. А это кто тут на картинке был только что? Джонни Депп – это актер, который сыграл Вилли Вонг в этом фильме. А еще он играл Грин Девальда, этого Джека Воробья и много еще кого. Очень популярный актер. В принципе, везде, где появляется Джонни Депп, по-моему, везде прекрасный фильм. Можно ожидать, что будет прекрасный фильм. Так, да. Я скажу просто простыми словами, это просто и есть сам Вилли Вонг на картинке. А вот это вам Вилли Вонг, пожалуйста, из 71-го года, из фильма. Это не Вилли Вонг. Это вот из... в 71-м году вот он такой был в фильме. Он не он вообще. Джонни Дэнни. Незнакомый, да? Очень. Очень незнакомый, да, так. Мирослав, ты сказать что-то хочешь, руку подбирать? Я знаю, почему он не был таким популярным в древности, ну, в предыдущих годах. Потому что в предыдущих годах не было такого прям особого снимателя. То есть тогда были не лучшие, не самые лучшие эффекты для этого, не самые лучшие, типа, ну, дувательство, там, все такое. То есть не самые лучшие. Спецэффекты, конечно, да, были сложнее тогда. Да, поэтому, поэтому со временем так-то он улучшался, 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 и он стал таким качественным, что люди поняли, что это хороший фильм, просто с плохим качеством был. Может быть, и так, да. И вот те, кто делали в 2005 году фильм, они когда уже режиссер фильма, он вообще не смотрел предыдущую версию. Он ее посмотрел уже, когда они отсняли фильм. И он был очень удивлен, он сказал, что он не ожидал, что семейный фильм такой жестокий окажется. То есть 71-й год, вот он даже оценил, что он достаточно такой жесткий фильм вышел. Ну и, в принципе, помимо всего вот этой экранизации, да, был еще мюзикл поставлен, потом было две видеоигры сделаны по Чарли Шоколадной фабрике. В Британии есть аттракцион, который так называется, Чарли Шоколадная фабрика. И даже есть рок-группа, которая называется Верука Солта. Верука Солта – это у нас одна из девочек, да, которые пришли туда на фабрику. Я не знала, что такое имя существует. Я думала, Верука – это мозоль на пятке. Ну вот так вам, да. Правда, Чарли как-то странно выглядит. Он похож на это, на мальчика из «Один дома». Да, кстати, этот мальчик, который играл Чарли, он играл до этого еще в каком-то фильме. Поэтому его выбрали на эту роль. Я только не помню, в каком. Ну, я не знаю. Ну, он в каком-то доме был. Но здесь он прям очень похож на того из «Один дома». Просто у того… Ну, очень. Да, у него там чуть-чуть другой взгляд. Хорошо, ладно, я соглашусь. Ладненько. Но он где-то еще играл. И очень понравилось, как он играл. И поэтому его взяли в этот фильм. Значит, весь сюжет начинается с этого мальчика, который живет в бедной семье. В бедной этой семье родители, две бабушки и два дедушки. Да, и все они… В презентации, когда вы там разговаривали. И да, уютненько там в реальности. Вот в фильме это показано, где бабушки и дедушки в постельке спят. Там уютненько это выглядит вообще. Но дом очень маленький. Он уютный за счет чего? За счет того, что все в этом доме друг друга слушают. Все друг друга любят. Да, все друг другу пытаются помочь. Да, главное, какой дом выглядит, главное, кто в нем живет. Да, правильно. И как люди относятся, да? То есть вот эта атмосфера. То есть в этом доме все привыкли делиться друг с другом, да? Никто никогда друг с другом не ругается. Все живут мирно. А Чарли у них такой центр семьи, да? Который, которого все любят и с которым все любят общаться. И он обязательно приходит вечерами общаться с бабушками, дедушками. И как там пишется в книге, вечером, значит, они оживали, потому что приходил Чарли с ними разговаривать. Вот. Ну, а Вилли Вонке. И Вилли Вонка это у нас владелец фабрики. Очень загадочная личность, потому что одно время он был абсолютно открыт. И фабрика его работала, и рабочие работали на его фабрике из города. Но начался шпионаж, начали его секреты... Его секреты начали коммуниздить. Да. И он очень расстроился, потому что он действительно вкладывал в это все душу, в эту душу свою. И он исчез. Фабрика перестала работать, он исчез. Через какое-то время он появился. Фабрика снова заработала. Но никто не мог понять, как работает фабрика. Никто туда не входит, никто оттуда не выходит. Сам Вилли Вонка с людьми не общается. А фабрика работает, что-то производит. И никто не знал даже, кто работает на этой фабрике. Я даже немного понимаю его цель. То есть у Вилли Вонки была цель то, чтобы никого не привлекать. Все думают, что такое, что такое. И боятся заходить. Думают, там опасно. То есть все шпионы, которые к ним поцелают, они боятся зайти внутрь. Или их вообще занять. Думают, а что там заходить? Он скоро уходил за него все. То есть может быть у него это в целях было? Шпионов нет. Он именно сделал так, чтобы на его фабрику посторонние люди не заходили. У него начали работать вот эти вот маленькие народец вот этот, который он привез там из дальних краев. И в итоге получается так, что рабочих, приходящих нету. Значит и шпионов нету. То есть шпионить некому получилось. И тут вдруг в городке начинается крупное событие, крупная новость. Вилли Вонка объявил, что он пустит пять детей с сопровождающими взрослыми на фабрику на целый день. То есть кроме того, что там обещано шоколадом обеспечить на всю оставшуюся жизнь, так еще и посмотреть же хочется, что же у него там происходит на этой фабрике. Кто это там, что он делает? Да. Как-то же интересно, как же человек работает. Вот если бы там, он туда пустил их, только детей с родителями, потому что он понимает, ну, показать-то кому-то надо, чтобы интересно было. А если открыть фабрику, фабрику просто открыть, шпионы просто повалили. Да. В общем, получается так, что всем очень интересно, все хотят туда попасть. Это очень хороший, кстати, маркетинговый ход получается. В итоге получается так, что он разыгрывает золотые билетики, которые прячет в плитках шоколада. И кому попадет. И в итоге попадают золотые билеты чаще всего тем, кто много покупает шоколада. То есть у одной девушки, девочки папа, да, показал всем… Несколько тысяч закупил. Да, 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 работницы фабрики там у этого папы открывали эти плитки шоколада вместо работы, чтобы найти этот золотой билет. Интересно, что вот тут в фильме показали момент, который был более логичным, чем в книге. То есть работницы сидят, это все тоже бедные люди, да, достаточно. Сидят, раскрывают эти плитки шоколада, ищут этот золотой билет. И потом, значит, одна из них нашла этот золотой билет и отдала этому владельцу фабрики. Я сижу, читаю книгу, думаю, неужели бедная женщина, которой появился шанс, да, обеспечить свою семью этим золотым билетом, отдала так просто этот билет, да? Да, Миш? Ну, вообще-то там она не отдала. Вот в фильме он там просто… Вот в фильме не отдала, да. Он просто взял и ее леску забрал. Вот я и говорю, что в фильме получилось логичнее, да? Она захотела его спрятать, но тут вот, в общем-то, ей не дали спрятать. Вовремя увидели. Знаете, я могу просто немножко попробовать определить и сказать, кто здесь кто. Ну, Август Гуруб сразу я. Ну, Август Гуруб с краю, да, вот этот стоит, да. Зерука Солт тоже вон последняя. Я тоже знаю. Вот Чарли это второй. Это Билба. Чарли второй, да. Майя Кирилета. Да, это четвертый. Билба, спортсменка, сразу видно. Да. Мальчик геймер, вот. Просто Марк… Да. Я просто сразу подумала, вот, это какой-то мальчик, ассоциирующийся с геймином, который он читает тут. Майк Тви, мальчик геймер. Да. У него даже говорящая фамилия. Вот, ТВ, это как ТВ. ТВ-телевизор, да, 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 правильно. Слушайте, так, а вот Виолетта, Виолетта же, во-первых, вот Виолетта, она потом в итоге жует жевательную резинку и становится, это, фиолетовой. Фиолетовый шаром. Да, Ваймлит – это фиолетовый шар. Это по-итальянски, и это Виолетта, и фиолетовый – это Виола, так что прямо… Совсем, да, удвоенно, да? Сразу ясно, вот по имени Август Глуп. Глуп, сразу ясно, глуп. Ну да. Тоже глупый. Но я не знаю, как оно по-английски было. А по-английски, по-моему, с Глупой. Сестра Марии в катушке зовут Виолетта. Солд по-английски – соль. Угу. Да. Насоленная, знаете, такое выражение? Насоленная. Может быть, да. Ну, в общем, там имена, видимо, неспроста, да, какие-то давались этим детям. Ну, и получалось, что у каждого из них есть свой какой-то недостаток. Ну, один, да. Но у всех у них есть, ну, кроме Чарли, еще один недостаток. Они никого не слушают. В фильме… В точности, да. В фильме Виолетта, еще там, она просто фиолетовая стала и раздулась в фильме. Да. Ее потом дожимали. Ну, заметьте, что… Да, ее выжимали, она стала нормальная, но фиолетовая. Ну, фиолетовая, да. Заметьте, что там получается… Она могла выгибать, и она могла, типа, выгибать там. Ну, короче, у нее не было костей больше. Она стала очень гибкой, да, но это в фильме. Угу. Виолетта, ты вся фиолетовая. Виолетта, ты вся фиолетовая, да. И диалог был прям вот такой, вот. Мам, я стала… Вот помню, там что-то с ним, напомню. Я стала намного гибче, да? Да, да. Мама была прям в восторге. Мама-то привыкла, да, что дочка везде первая, везде самая-самая. А тут фиолетовую дочку выдали, да, после фабрики. Те, не ошибаюсь, на картинке вот миссис, ну, вот мать Чарли. А знаете, знаете, что там прикол? Обеспечение шоколадом тут. Да, обеспечение шоколадом. Если бы они остались в фабрике, то они все равно были бы обеспечены этим шоколадом. Если бы они в шоколадной фабрике, там шоколад типа везде. Логично же. Да, Симон, ты говорил, да? Да. Да, если я не ошибаюсь, вот мать Чарли играет вот эта актриса Хельна Боннэм-Картер. Которая играет королеву в Алисе, да? Да. И Белатрису Лея Стрэндж. А, и Белатрису играет, да. Я вот тоже смотрела на нее, думаю, что-то знакомое. Не полезла выяснять, правильно говоришь. Вот. Ну, а дедушке вот этому по книге 90 с чем-то там лет, да? И этот дедушка до того, как Чарли не выиграл золотой билет, он уже несколько лет не вставал. А когда Чарли принес золотой билет, дедушка подскочил и пустился в пляс. В общем, в итоге вот такой вот дедушка на таких эмоциях, да? Еще он работал когда-то на этой фабрике. Вот этот дедушка с Чарли вместе идет на фабрику. А как Чарли в итоге получает золотой билет, помните? Он кучу раз покупает. Да, по-моему, его папа или мама решили, купили шоколадку поесть в Велевонке. Сначала. Да, они хотели это. Они хотели шоколадку и позвали его, чтобы он там купил. Потом он пошел в магазин и купил. Джо или Джо? Да, Александра, а у тебя какое-то... Вот он... Не-не, так, ребят, дайте Александре сейчас. А мне казалось, что он шел в школу, и он нашел денежку, и потом он их потратил на шоколад и нашел. На две пляжки. Да, он книги закладывается. Сначала ему подарили шоколадку, там не было. Потом этот самый дедушка ему дал денежку, у него тоже не было там билета. И потом уже третий раз он нашел деньги на улице, когда шел в снегу. И там тоже он купил, и у него был золотой билет. Но там еще ему люди предлагали купить его, но он отказался, к счастью. Да. Кстати, ему там, да, предлагали довольно приличные деньги. Да, Тимур, ты что хочешь сказать? Давай. Я не хотела, как там... Он получил золотой билет вначале. Там, на день рождения... Нет, не вышел. Угу. Когда ему подарили шоколадку. Потом, когда дедушка дал ему деньги, там, ореховый какой-то... Потом он опять не вышел. Потом он, когда возвращался из школы, он увидел некую копенцевую монетку, не помню сколько, 50, кажется. Это не монетка, это вообще-то купюра была там. Ну, в общем, он нашел денежку, на которую... Причем он... Еще интересно, что он не всю денежку потратил, а он купил две, по-моему, плитки, да? Остальные деньги он домой еще принес. Нет, он одну купил плитку, и сразу же, как только я открыл, там был золотой билет. Ну, это в фильме, это в фильме. В книге не с первой было. В книге было две. Он начало одну купил, а потом захотел вторую, а там был золотой билет. Да. И еще надо вот отметить, да, что одна шоколадка, это они целый год копили, им ударили на день рождения. То есть это не просто шоколадка, а там прям вот полностью, да, это целый год надо было копить им. А дедушка, то, что давал деньги, это у него было тоже накопление, которое там много лет он собирал. Ну, родители копили ему на шоколадку. Если бы первый шоколадка купался, я бы не удивилась совсем. А как раз-то прям обрадовалась, что они как-то логично сложились. Сейчас меня просто удивляются. Почему-то на день рождения ничего, а дедушка копил-копил свои деньги, дал ему деньги, и появился у него золотой билет. Золотой билет у него появился уже, когда он нашел еще деньги сверху, и тогда он уже купил. Но дело в том, что там еще есть такой момент, что семья-то очень бедная, то есть это очень подчеркивается здорово. И он находит деньги, на которые можно довольно долго жить. И за золотой билет ему еще предлагают большую сумму. И он все-таки вот эту мечту, у него действительно мечта попасть на эту фабрику, он ее не меняет на деньги. Хотя это и дедушка его поддерживает. Да ты что, продать это, обменять на деньги, такой шанс. В общем, у него получилось не только стать богатым, не только стать богатым для всей семьи, доставать деньги для всей семьи, но и исполнить свою мечту побывать на фабрике. Ну и вот в итоге, Тимур, ты еще что-то хочешь сказать? Нет, я просто забыл. А, ты просто еще руку оставил, да? Значит, и вот они попадают в итоге на эту фабрику. И попадают они в шоколадный цех. Шоколадный цех – это долина, в которой все съедобно и сладко. И, кстати, на съемках очень многие декорации были сделаны реально из сладостей, леденцов. То есть это не бутафория была во многом, а именно какие-то там вот сладкие вещи, шоколад, какао. Интересно, если бы, если, когда фильм бы закончился, я бы хотела туда попасть. Хотелось бы, да, там подкормиться. Да. Да, так немножечко, с них 3 килограмма, а то и 4. Смотрите, излишек – это тоже не очень полезно. Я так вообще немного сладостей ем, не потому, что родители что-то там, а потому, что я вообще их сам мало ем. Шоколад раз в неделю где-то так. Там, где у нас Инна написала, там поднимаешь руку. Давай. А микрофончик включить? Я вот так понимаю то, что вот в фильме, там вот эта труба, которая в центре этого, этой реки, стасывает воду, там же вакуум, да? Ну, наверное, вот. А мне интересно, как тогда, во-первых, Август Глуб, вот этот пролез там, мне интересно, а во-вторых, как он там дышал все это время? Вот насчет того, как, кто из них где дышал, вот у меня это тоже, ну, это сказка, будем говорить так, что это все сказка. А вы заметили, что вот девочка, которая постоянно называет шарики, то у нее, наверное, изверху такой небольшой шарик над рукой. Да, у нее все время они с жвачкой с этой, да? Это то, что мальчик все ест, ну, это любимое его занятие. Ну, и раскушенная девочка, высокая... А Берута все время скандалит и кричит, что ей все нужно. Да. Да, там тоже... Мне нужен фонтан шоколадный себе. А этот мальчик, который в телевизор все время смотрит, он все время критикует все. Он еще проверил... Что тут не так? Вот, пример. Что тут не так? Где тут автоматы? Нужно монстров... Это все глупости, да, он все время говорит. А Вилли Вонка ему все время говорит, ты неразборчиво говоришь, я тебя не понял, и идет дальше. А, вот еще... Я забыла, что хотел сказать. Я все еще помню. Я так свою историю не закончила, я даже не могу, в принципе, много шоколада съесть за один раз. А, все, я вспомнила, что хотел сказать. Ну, давай. Там вот, когда сцена с белками разыгралась, там эта Верука Соль говорит, у меня всего лишь три канарейки, пять пони там... Идет длинный-длинный перечень того, кто у нее есть в доме. Она говорит, что всего лишь хотя... И старый глупый хомяк, а я хочу белку. Точно, точно, точно. Но в доме не всего лишь, а зоопарк целый. Я когда смотрела вот эту вот сцену, когда Август Глуп вот из этой реки начинает шоколадный пить, я все вспоминала, был мультфильм советский про дракончика на шоколадной фабрике на экскурсии. Там было примерно тоже где-то вот рядом с этим. Кто с кого списывал, только непонятно. Значит, вот эти умпа-лумпы, они интересно, конечно, очень в фильме получились сделанные, да? Значит, это маленькие человечки, которые приехали из некой страны, где они жили в домиках на деревьях, потому что внизу был очень страшный хищник, который на них охотился. Вы знаете, что есть довольно популярный магазин, называется умпа-лумпа? У меня, кстати, там есть подборка, но, может, и не успеем, того, что вот под этой маркой, под этой фирмой до сих пор производится. И, в общем, вот эти вот человечки, они были вынуждены питаться зелеными гусеницами, которых они находили на деревьях, а на самом деле они мечтали просто, чтобы им была дана возможность какао-бобы есть. И Вилли Вонка их забрал на фабрику. А как он их привез на фабрику? На корабле и в больших коробках. Да, да, да. Ну, это я из презентации знаю, а так в фильме ничего не показываю. Хотела бы я увидеть о коробке, что это было вообще, да? Я бы тоже хотела бы это увидеть. Очень интересный цех изобретений, да? Там вот когда, особенно в книге, там вообще столько всего описано. Значит, вечные леденцы, которые можно постоянно, да, сосать целый год и больше. Пожалуйста. Волосатые риски, ну, они не волосатые риски, а просто риски для того, чтобы росли волосы, усы и борода. Не удивлюсь, если бы дедушка, какой-нибудь лысенький дедушка, попросил бы такую конфеточку. Лысенький, дедушка, пейте мне конфеточку. Ну, дедушка-то ладно, а если у девочки усы и борода вырастут? Это будет прям как у меня усы. Да, вот и говори-ка, да. А у тебя уже выросли. А потом еще там, значит, жвачка, которая заменяет целый обед из трех блюд. Ну, и, как всегда, да, Велевонка предупреждает, это экспериментально, это не надо, и все равно у нас находится эта Виолетта, да, которая решает, что ей все можно. Любит жевательку, жевательки. Она очень любит жвачку, да. И называет ее жевателькой. Да. И в итоге она сама превращается в чернику, а Велевонка говорит, что это же экспериментально, но ничего страшного не будет. Сейчас из нее отожмут сок, и все будет нормально. Только что фиолетовая пока побудет, да? Я слышала? Так. Можешь сказать? Да, можно, говори. Она типа, она сикела полезную жвачку, которая состояла из обебра. Это что, Велевонка в стиле дудлинга? Да, тут иллюстрация такая попалась, интересная даже в интернете. Я слышала про дожди, я знаю, что у меня... Я просто вот смотрю на картинку и думаю, что это тут у меня так? Вот где дети? Потом тут же, отворачиваясь на секундочку, смотрю назад, и тут же вижу, мальчик бежит внутрь шляпу. Вижу. Я сразу же увидела, это как только повернулся. Интересно, да, и конфеты там, в общем, загадочная картинка такая. Вот про улыбающиеся конфеты тоже зависит от перевода, как переведено. На самом деле, они называются квадратные конфеты, которые выглядят круглыми. Look round, выглядеть круглым, и look round, смотреть по сторонам. То есть получается, что в одном значении квадратные круглые конфеты или квадратные конфеты, которые смотрят по сторонам. Ну, этот мальчик начинает с ним спорить с Вилли Вонгом, да? Мам, по сторонам, потому что, ну, round, может быть, где-то опечатка. Round. И получается... Можно? Да. Можно мне сказать? Скажи. Вот мальчик, я помню, там мальчик начал спорить, потому что он говорил, вы придумали телепортаж, отправляйте туда шоколадки. И он туда пошел, стал в малипусеньке. Да, до телепортации мы еще сейчас доберемся, как раз сейчас, скоро, да? Я знаю, почему. Дело в том, что там все маленькое становится, и поэтому там только шоколадки и то слишком большие. Да. А вот мне интересно, мне кажется, или там это просто какой-нибудь, какой-нибудь там пенопласт туда положили и вот такую фольгу завернули, и потом просто в телевизор это без стекла, а там просто изображения были, и оттуда просто вытащили шоколадки. Мы говорим о том, как снимался фильм, или о том, что это сказка все-таки, эта книга? То есть в книге все-таки описывается сладости, которые сказки. Мы обсуждаем, что это фильм, но иногда я скручиваю, что это сказка. Все-таки, да, в книге описывается сказочная фабрика, и в этой сказочной фабрике должны быть просто вещи, которые нереальные. Поэтому, смотрите, там же масса идей, которые можно было бы использовать на кондитерских фабриках реальных, да, в жизни. Но что-то в этих сладостях обязательно есть такое, что никак пока в реальной жизни не повторить. А вообще такой кладезь просто идей для всяких кондитеров. Вот. Ореховый цех у нас там, в этом цехе огромное количество прекрасных таких белочек, которые чистят орешки, да, как в сказке Пушкина. Можно я кое-что скажу? Да, скажи. Вот беру косол. Я вам говорю, что насолено, знаешь, распухолено. А сказать зачем? Потому что хлеб, соль редко был прям хорошим. Он был вкусным, но не все имели его. Поэтому хлеб, соль, ну вот так. Сол тут небольшой. Ты пробуешь объяснить, да, почему она соль? У всех говорящих, ну почти у всех фамилии. Глупая, ну не совсем говорящая, но они у них какие-то слова. Август Глуп, глупый, с Виолетой только вот непонятно. Ну тут почему-то я не знаю, почему. Фиолетовая, Виолетовая, это фиолетовая. Ну с Виолетой это больше всего понятно, почему такое имя. Она так и осталась, она стала Виолетовая, фиолетовая, да? Ну тут я объяснила. А она с фамилией, ну например, Чарли, у него там очень подходит диета Клоида. Да, подходит. Вот, ну и Вирука тут тоже, да, она привыкла, что в доме у нее, как она билет золотой получала, да, она закатила скандал, и этот скандал не превращался, не прекращался, пока золотой билет ей не дали. То есть там родители вокруг нее просто бегают и выполняют все ее желания, а Вирука уже к этому привыкла. Ну и поэтому на фабрике она тоже. Да? Да, и на фабрике она то же самое, она пошла на проложку. Ну вот такие люди, это вот, да, вот некоторые принцы, которые родились принцами и стали принцами, вот такие же, они привыкли, что в детстве им все подают. Вот если ты там принц, который ничего не просит, там, родился где-нибудь в деревне, а потом стал принцем, вот тогда ты будешь хорош, тогда ты не будешь так, одним рассуждением, ты не привык к этому, ты не станешь там думать, по щелчку пальцев тебе притащить целый сундук денег. Да. Ты не станешь об этом говорить? Я тебе скажу, что это немножечко, сейчас уже представление сказок о принцах, да, то есть достаточно посмотреть сейчас на, допустим, британских принцах, насколько у них строгое воспитание, да, тут, мне кажется, им достается больше, чем обычным детям просто-таки. А вот в богатых семьях бывают такие вещи, да, когда вокруг ребенка начинают бегать, все выполнять, все вот пожелания, и не только в богатых, кстати, бывает такое. Ну, и Верука, она, так как она не знает слова «нет», она делает все, как она хочет, только белочкам неинтересно, что она хочет, что не хочет, поэтому белочки ее спускают в мусоропровод, да, в итоге. Вот. Так называемые так называемые ореховые мусорщики. Да, то есть как бы, ну, показывают ей, как ее желания могут не исполняться в реальной жизни, да, не все так просто. Так, и самый интересный цех, да, который телешоколадный цех, где совершенно уже сказочные вещи происходят, да, когда мечта, наверное, всех рекламщиков, чтобы зрители могли, да, какую-нибудь там эту шоколадку на пробу с экрана забрать, да. Знаете, там даже... это мечта моего папы, он рекламщик. Там каждый цех, с каждым цехом, все становится более фантастическим. Все более, да, фантастическое, точно. Да. Кто еще поднял руку? Тебя как зовут? Вот где имя написано? Семен. Семен, хорошо, буду знать. Ну, скажи, что ты хотел. Как говорил один мой друг, в фильмах фантастики никогда нет логики, там не работают законы физики, там все нереальное. Особенно, если это фэнтези, да, или сказка, или фэнтези. Не всегда, есть правдоподобные фильмы, есть даже фильмы, которые в реальности произошли и сняли, чтобы показать что-то. Ну, вот так. Ну, фильм фильму рознь, правильно? То есть, мы можем про разные вещи писать. Ну, Вилли Ивонка, вот этот Чарли Шоколадная фабрика, это четкая сказка, но с какой-то там моралью, да, о чем мы говорим, о любви, о взаимовыручке, да, о человеческом понимании, да. Что мораль там вот такая, что семья – это самая важная вещь. Да, там очень так подчеркнуто, а в фильме, кстати, это сильнее подчеркнуто, даже, чем в книге, то есть, как бы вот там финал выведен совсем уже, даже для тех, кто не понял еще, о чем речь идет, там в финале очень четко прописано, что вот семья – это то, ради чего можно отказаться даже от большой фабрики, да. и вот телешоколадный цех – это у нас получается, что продукция может уменьшаться, передаваться по телевизору, и зрители могут с экрана взять эту шоколадку, только вопрос, сколько зрителей эту шоколадку возьмет, если она одна, да? Интересно, что будет. А вдруг они делают так, чтобы через шоколадку сразу телепортировались там? Идет-идет шоколадка. И разглашалась, да, в миллионы раз. Можешь сказать? Да, скажи. Там в фильме шоколадку отправили в одном фильме в телевизоре, где показывали примитивные люди, и примитивные люди такие, кто-то там подошел, кто-то не увидел, и потом, короче, ее забрали, и она вот такая стала. Да. Там были такие первобытные люди как раз в фильме, да, правильно. Вот. Ну и в итоге в этом телевизоре пропадает Майк Тиви, да, и это такая, знаете, это как бы в переносном смысле это показывает, как человек может просто полностью погрузиться в телевизор, да, и больше ничего в жизни не видеть. Это получается вот примерно вот это вот. Еще эти человечки там поют песню, да, про то, что телевизор это вредно, да. Вообще там еще целых и лаборатории, и другие цеха есть на этой фабрике, которые туда, они не заходили, эти герои. Вот разноцветные дрожжи выпускались, чтобы плевать цветами радуги, да, леденцово-сосальные карандаши. Надо вот такое дрожжи класть единологом на день рождения, знаешь, единолог считает, тьфу, тьфу, радует. А леденцово-сосальные карандаши, это вообще, по-моему, потрясающая идея. Кто из вас карандаш не грыз в процессе, когда, или ручку, когда писали? Я никогда не грыз. Серьезно? Мой одноклассник каждый день ручку съедает буквально. Вот и я про то же, да? Я бы все ручки пишу. Я бы не пишу, но главное, необычные ручки, пиши стирайкой. Такие есть, которые мне пишут, а потом... Да, мы знаем в курсе, да. Все пишут. Мы заинваем на курсе. Я в детском садике кусала ручку. Еще там у них есть такой напиток, да, который шипучий, подъемный напиток. В очень добром, в большом и добром великане там была шипучка, которая вниз пузырьки отправляет, а тут шипучка, которая вверх пузырьки отправляет. Так что человек ожидает. Интересно, а если эти напитки смешать там вверх шипучку, шипучку, получилось? Я боюсь, что это будет ракетная абсолютно. Получается шипучка, которая разрывается пополам. Одна половина вверх, то есть, другая вниз. Да. Но в итоге, итогом всей этой истории, мне очень нравится финал, там, когда он говорит, ну что, кто у нас остался? Остался один Чарли, да. Он говорит, а что, другие куда-то уже делись? То есть он даже, Веливонка даже не особо замечал, да, как люди исчезали у него. То есть он весь сосредоточен на своей фабрике. В итоге, Виолетта стала гибкой, да, лицо у нее фиолетовое. Майк Тиви, которого растягивали, чтобы он был опять высокого роста, стал высокий, но худющий. Агусту Улупе повезло, он похудел. Да, ему повезло, да, на самом деле. В каком месте он похудел, я не понимаю, он вроде такой же был в фильме. Нет, это не здесь, это не оттуда картина. Он стал в фильме. Это не фильм, это сейчас не фильм, это сейчас не рассказывается про фильм, это классно, что у тебя случилось? Это по книге, да. Можно сказать, там типа в конце, практически в конце показывали, как они шли домой, и... Да, да, показывали, да. Я помню, я помню, как мама вот этой Виолетте говорила, ну, Виолетта, мама, маме говорила, смотри, как я могу, ну, она там занималась гимнастикой, смотри, как я могу. Какая я теперь гибкая, да, 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 да. Мама вот так оскорбительно отвечает ей, зато, зато за Фиолетовая. Мама была очень недовольна, потому что она привыкла, что у нее дочка номер один, ну, все, первая, самая-самая, а теперь попробуй погордись такой, да. Вот. Ну, и немножечко о фильме. Такой фиолетовый. Немножко о фильме, да, то есть корпорация Нистле, вы знаете эту компанию, Нистле, она предоставила для съемок 1850 плиток шоколада, а было еще 110 тысяч плиток, которые были бутафорские, то есть не настоящий шоколад, которые тоже в упаковку Нистле. То есть компания Нистле здорово отрекламировалась в это время. Леденцы на деревьях, плантации розового сахарного тростника и мятные конфеты все были настоящие, то есть они в фильме все съедобные были. Мне просто интересно, куда они дальше их разговаривают. Как только еще один деливанка будут снимать вот такие же, вот используя вот такое же, тогда я точно туда на съемки пойду. Обязательно туда поеду, да? Обязательно буду этим каким-нибудь актером, чтобы потом наесться как это, как это глупо. Да. В 71-м году компания, которая финансировала ту экранизацию еще, да, получила право называть свои кондитерские изделия в честь этого фильма. Да, Миша, что? Я скажу просто вот по поводу того, что наесться, я скажу так, вот я, например, не смог бы съесть даже целую плитку шоколада, только там три вот этих маленьких кусочка, это максимум, сколько я могу съесть примерно. Ну да, иногда кажется, что много съешь, а на самом деле много-то особо не съесть, Ну, если я сильно есть хочу, то я точно мне на плитку шоколада, а может больше. Так, хорошо, то есть тогда еще тогда еще появились, смотрите, эти вечные леденцы, конфеты Умпа-Лумпа были, и можно было попозже заказать, вот смотрите, вот такой вот набор, который назывался набор кондитера от мистера Вонки, там можно было на этом наборе делать свои собственные конфеты в домашних условиях, вот формы, да, под эти конфеты, какао там, все вот это было в наборе, вот, потом в 88-м году предприятие сладости Вилли Вонки купила компания Нестле, и сейчас, значит, продается вот эта вот продукция такая, которая вот под Вилли Вонки продается под фирмой, но выпускает это все Нестле, вот, вот такие вот конфеты, да, шоколадка Вонка Бар, кстати, эти шоколадки первое время вообще производили, сейчас я не помню, здесь, ага, сейчас, есть у меня здесь, вот, смотрите, сразу после выхода фильма шоколадные плитки Вонка в Европе упаковывались и снабжались золотыми билетами, тоже выборочно, поэтому билету можно было получить денежный приз или экскурсию на кондитерскую фабрику, то есть это как в фильме прямо делалось, да, типа фильм только в реальной жизни и без бедных дней, без, 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 такого фантастического путешествия, да, с такими вот приключениями, но все-таки, вот, а в Японии была сеть магазинов Вонкобар, вот, потом в Британии в 2013 году тоже появилась Вонкобар, вот, тоже производят вот такие вот шоколадки, да, вот, все, да, на сегодня по поводу о Чарли и шоколадной фабрике, и теперь на следующий раз, какие у нас планы с вами, значит, на следующий раз, давайте оставим еще Ральда Даля, потому что я очень хотела Матильду, да, поговорить о Матильде, почитать вот это вот вы говорили, какое-то лекарство там лекарство Джорджа, по-моему, называется, да, 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 лекарство Джорджа, хорошо, давайте к Матильде добавим еще лекарство Джорджа, хорошо, давайте, а я пока расскажу, могу сейчас рассказать такую свою жизнь, а одна Мишенька, мне надо уже сейчас переключаться, извини, давай тогда на следующий раз, не забудь, хорошо? до свидания, ребята, я до свидания, давайте книжку до свидания,